На протяжении всего дня жители шли на выборы. Два избирательных участка находились в школе номер 11 и один в гимназии номер 24. Мы довыбираем сегодня депутатов в городской поселении Воскресенск в связи с тем, что в прошлом году у нас депутат выбыл из состава депутатов по личному заявлению. И учитывая, что округ андомандатный, нам приходится выбирать. Поэтому нет такого ажиотажа. Но тем не менее политическая, я считаю, активность достаточно высокая, потому что шесть кандидатов в депутаты заявились. Тем не менее, все проходит штатно, без эксцессов. Голосование началось в 8 часов, согласно графику. Сейчас голосование проходит в обычном режиме. В основном идут жители коммуны и микрорайона панельных. Много молодежи в этот раз пошло, но в целом, конечно, как всегда, голосуют в основном представители более пожилого в колене. Избиратели получали один бюллетень. В кабинку ставили галочку напротив выбранного кандидата. За ходом проведения голосования следили члены общественной палаты. Претензий пока к нам не поступало, ни от представителей политических партий, ни от кандидатов. Если есть какие-то вопросы и предложения, мы готовы выслушать и рассмотреть. Территориальная избирательная комиссия Воскресенского района также с 7 часов утра работает в здании администрации. Мы хотим, чтобы у нас были заметные преобразования на нашей коммуне, на нашем месте жительства. Поэтому и знаем, кто за это может взяться. Я коренная с коммуны и хотелось бы, чтобы победил тот депутат, который будет работать действительно. В современном мире должен быть человек пробивной, имеющий какие-то свои определенные устои, ну и болеющий сердцем. Хороший, честный, добросовестный. На выборы все равно идет наиболее активная часть населения, те, которые не равнодушны, проблемы, проблемы может быть нашей местной территории, даже не глобальном масштабе, а местной территории. И сейчас я вижу молодых людей, очень много вокруг участка, которые говорят о том, что молодежь не безразлична. Хотя, казалось бы, повторяюсь, у нас идет просто до выборов. Мы обращаем внимание на порядок, который должен быть в соответствии с законом обеспечен, присутствие полицейских, оцепление, то есть безопасность, о том, чтобы на наших избирателей именно в день голосования никакая агитационная работа не велась. Депутат Мособлдума Алексей Мазуров с утра посетил избирательные участки колонны, а после Воскресенский дал оценку хода голосования. Я очень рад, что ситуация спокойная, выборы проходят активно, без нарушений. Очень надеюсь, что к вечеру у нас будет приличная явка. У нас особенность этих выборов какая? Это, безусловно, конечно, проба сил перед выборами следующего года, перед президентскими выборами. Надо посмотреть, как будут работать в том числе и КАИБа. Все три избирательных участка в Воскресенске оборудованы КАИБами. Техника работала без боев. По данным на 13 часов на избирательном участке, расположенном в Генназии 24, явка избирателей составила 8%. Какое время был пик активности? Я думаю, где-то с 11 до 12 они прямо на плывом как-то пошли, а потом стало все тихо. По домам пойдут после двух часов, заявок на данный момент три. На будущего народного избранника жители средней части города возлагают большие надежды. Во время опроса они не только говорили, почему пришли голосовать, но и верят, что выбранный ими депутат поможет решить проблемы микрорайона. Их чаяния совпали с планами тогда еще кандидата Мариной Щетининой. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в результате выборов 10 сентября она набрала самое большое количество голосов – 231 – и стала депутатом городского поселения Воскресенск. Район такой наш, ну, тяжелый в смысле, вот, дорог, водопроводы на Медведке и много других проблем, которым просто-то я как руководитель дошкольных учреждений очень часто общаюсь с родителями, которые живут. Я об этих проблемах, конечно, знаю. И хочется как-то вот помочь людям, да, сделать что-то хорошее для людей, и чтобы это было неформально, чтобы это было депутат неравнодушным каким-то было. Евгения Светлая, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.